Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, по понедельникам Глеб Задой и это видеопрогноз на предстоящую торговую неделю. Традиционно начинаем с небольшого обзора новостей. Во-первых, на прошедшей неделе мы, как и обещали, буквально на один день в четверг выложили закрытый мастер-класс 25 секретов успешного трейдинга. Собственно, те, кто успели посмотреть, те большие молодцы. У вас набралось 1600 человек. За сутки довольно-таки неплохо, но кто не успел, тот не успел. Я предупреждал, что мы его обязательно закроем. На канале Миллионер Струщоб мы на прошлой неделе для вас выгрузили видео о том, как стать бедным. Если это для вас актуальный вопрос, то обязательно посмотрите это видео. И у меня к вам есть вопрос, друзья. А надо ли вообще в видеопрогнозе рассказывать о тех видеороликах, которые мы записали для вас на прошлой неделе? Или вы и так подписаны на мои каналы и, собственно, за видеороликами следите? То есть, стоит ли на это вообще тратить время? Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Я вам буду очень-очень благодарен. Ну и, собственно, друзья мои, появилось невероятное на сайте OFX.ru. Появилось расписание новых мастер-классов на июнь-июль от меня. И новые курсы на сайте OFX.ru появились. Собственно, по поводу мастер-классов мы уже начнем на этой неделе. Я вам расскажу на этой неделе о том, как работать с опционными уровнями на бирже CME. Собственно, мне многие об этом спрашивают. И я решил в два мастер-класса уложить теорию и практику поиска опционных уровней на бирже CME. Ну, а что касается новых курсов, мы, собственно, для вас разработали курс стратегии и тактика. Он у нас стартует уже 18 июня. И решили возродить real-time trading торговлю в режиме реального времени с выставлением позиций вместе с вами. Так что записывайтесь на сайте OFX.ru. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к ситуации на рынках и, собственно, поговорим о новостях, которые способны повлиять на рынок на этой неделе. Новостей сразу скажу немного. В понедельник розничные продажи в Австралии. Во вторник в той же самой Австралии решение по процентной ставке. В среду опять в Австралии данные по ОВП. А в пятницу данные по ОВП уже в Японии. Вот, собственно, и все действительно важные новости, на которые стоит обратить внимание на предстоящей неделе. Ну, традиционно, как это часто бывает, после нонфармовая неделя, она довольно-таки неинтересная с точки зрения новостного фона. Поэтому сразу переходим к техническому анализу и начинаем с валютной пары евро-долларов. Евробакс на недельном графике торгуется в нисходящем тренде. На графике дневном пока еще тренд нисходящий. То, что мы видим, подъем, это всего лишь на все коррекция. А вот на графике H4 уже, по сути, мы начинаем разворачивать тренд наверх. Что касается уровня поддержки и сопротивления, на которые я бы обратил внимание на неделе предстоящей, то ключевым сопротивлением для пары является отметка 1.17.300. При ее преодолении мы нацелимся на вот этот трехнедельный максимум в районе отметки 1.18.300. Следующей целью для роста пары может стать отметка 1.19.300. Поддержки 16.700, 16 ровно и 15.500. Скользящие средние на графике недельном указывают пока еще все-таки на рост пары. То есть, они, ну, такое боковое движение, скажем так, потому что цены увязли в веере из скользящих средних. На графике дневном скользящие средние снижаются. На графике дневном, четырехчасовом скользящие средние опять же снижаются. Индикатор RSI на графике недельном. И третий, и тринадцатый у нас находятся, можно сказать, в пограничной зоне между нейтральной и зоной перепроданности. На графике D1 они находятся, тринадцатый, в нейтральной зоне, а тройка начала заходить в зону перекупленности. График H4, тройка в зоне перекупленности, тринадцатый только-только начинает туда заходить. В общем-то, каких-то явных признаков ни к росту, ни к падению сейчас здесь нет. Кстати, конвергенция, о которой мы с вами говорили достаточно долгое время, она себя, по сути, сейчас и реализовывает. И, наверное, самый главный вопрос, это произошел ли разворот на валютной паре евро-доллар. Мы, напомню, ждали падения пары до отметки 1.14500. Я говорил, что на этом уровне нужно покупать пару, но тем, кто подписан на сайте OFX, друзья мои, на мои ежедневные прогнозы, мы там заходили чуть-чуть раньше. Поэтому вот этот рост, который сейчас мы наблюдаем на валютной паре, там мы успели поймать. Но, к сожалению, те, кто смотрит наши бесплатные еженедельные видеопрогнозы, 14500 так и не дождались. Хотя шанс, в общем-то, еще сохраняется, пускай он и не очень большой. Кстати, 14500 мы нашли при помощи как раз-таки опционных уровней на бирже CME. И, собственно, как мы нашли этот уровень и как искать эти уровни на будущее, об этом я расскажу вот на одном из ближайших мастер-классов. Так что записывайтесь на сайте aofx.ru. Переходим к британскому фунту. А, ну, собственно, переходим к британскому фунту. А рекомендация-то какая по евро, да? Евро сейчас корректируется. На мой взгляд, сейчас еще не поздно войти в сделки на покупку. У евро-доллара есть все шансы вырасти до 18300, может быть, даже 19300. И здесь сейчас, на данный момент, ну, вот тут, посмотри, как строить линии FIBA. Я думаю, что таким вот образом линии FIBA строить не совсем правильно. Почему? Потому что вот эта вся волна, она цельная. Большого отката, вот здесь, вот даже вот эта коррекция, она была достаточно незначительной. Поэтому мы ее за, в общем-то, большую, достаточную коррекцию для перестроения линии FIBA вообще не считаем. Строим линии FIBA вот таким вот образом. И здесь как раз вырисовывается, что идем мы либо к 38-му уровню, это отметка 18300, либо к отметке 19300. Поэтому сейчас, в общем-то, можно покупать. Особенно хорошо было бы купить на уровне 16700 и до 18400 замечательно додержать эту позицию. Ну, обязательно с небольшими отступами, потому что будет обидно, если сделка не откроется или не закроется. Котировки до нее не до уровней, которые мы обозначаем, не дадут какие-то считанные пункты. Ну, а как вы понимаете, 18300, 19300 неплохие уровни для открытия, сделать на продажу. И переходим все-таки к британскому фунту. На неделе британец падает, на дневном графике британец падает, на графике H4 начал подрастать. Ключевые сопротивления 34200, далее 35 ровный 35800. Ключевой поддержкой для пары по-прежнему выступает отметка 133, далее 132200 и 31300. Скользящие среди на недельном графике снижаются, на графике дневном снижаются, на графике четырехчасовым снижаются. Индикатор RSI на графике недельном, 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перепроданности. На графике дневном, 13-й в нейтральной зоне, тройка уже в зоне перекупленности. График H4, оба индикатора располагаются в зоне перекупленности, но я бы сказал, что перекупленность такая незначительная. Что касается наших рекомендаций по британцу, напомним, что последними рекомендациями здесь были покупки на уровне 1.33 ровно. Я надеюсь, что вы держите эти позиции, а может быть даже и сумели прикупить пару на уровне 32200. Кстати, опять же, кто подписан на мои аналитические прогнозы на сайте OFX, 32200 у нас там тоже рекомендация покупать была. Мы там на самом деле покупки с 33 ровно закрыли, а потом снова возобновили сделки. И в общем-то и целом они пока еще актуальны. Я думаю, что британец тоже может неплохо еще подрасти. Используем наш излюбленный инструмент линии Fibonacci, который нам говорит, что до 36400 где-то мы еще можем запросто скорректироваться наверх. Поэтому, в общем-то, сделки держим. Но вот 36500, соответственно, будем уже открывать сделки на продажу. Переходим к австралийцу. Я долгое время ругал австралийц за отсутствие какой-то внятной динамики. Сегодня же австралийц уверенно растет. На графике недельном мы наблюдаем с вами тренд нисходящий. На графике дневном тренд восходящий. График H4 тренд восходящий. Обратите внимание, как замечательно себя реализовал треугольник. Собственно, о котором мы с вами говорили на прошедшей неделе в прошлом видеопрогнозе. Я очень надеюсь, что вы успели здесь открыть сделки на продажу. И ну хотя бы из вот этих 650 пунктов, пунктов 500, то уж себе забрали. Величина полотна треугольника была порядка 770 пунктов. Так что мы будем считать, что треугольник себя реализовал на все 100%. Что касается уровня поддержки сопротивления. Я бы обратил внимание на уровень 76600, далее 077100 и 077600. Ключевой поддержкой для пар выступает отметка 076200, далее 075800 и 075500. Скользящие среди на недельном графике снижаются, на графике дневном снижаются, на графике четырехчасовом развернулись уже наверх. Индикатор RSI на графике недельном. 13-й нейтральной зоне тройка в зоне перекупленности. График D1. Аналогичный ситуация. 13-й пока еще в нейтральной зоне тройка в зоне перекупленности. График H4. Оба индикатора в зоне перекупленности. Что говорит о том, что если у вас есть открытые сделки на покупку австралийца, то, наверное, пора бы их закрыть. Ну и, кстати, напомню, что я еще ранее говорил, что можно покупать пару в районе отметок 075500 либо 075100. То есть у нас давняя очень была позиция и как раз целью называл 076600 или 076800. Откуда этот уровень взял? Ну вот линия Fibonacci, которая построена по всему снижению, говорят как раз, что 38-й уровень находится в районе отметки 076800. А значит, что текущие цены, которые буквально 200 пунктов ниже этого уровня, тоже неплохо подходят для фиксации сделок. И, кстати, неплохо бы уже прикупить, потому что, прикупить, прошу прощения, продать австралийца. Потому как, ну, очень уж бодрый здесь был рост. Завтра решение по ключевой ставке. Я думаю, что под это событие может быть вполне себе коррекция. Но непродолжительный. То есть возврат на уровне 075800-075500 снова откроет возможности для покупок. И переходим к доллар-иене. Доллар-иен на недельном графике растет. На графике дневном снижается. На графике 4-х часов растет. Уровни остались в прошедшей неделе, по-моему, без изменений. 109600 ключевым уровнем сопротивления является, собственно, который мы сейчас сегодня утром буквально пытались пробить. Пока этого сделать не удалось. Далее 110200 и 111 ровно. Ключевая поддержка 109 ровно. Далее 108600 и при пробои 108600, наверное, надо перестроить уровень. Вот к этому минимуму его поставить. Это 108. Соответственно, 100. Это минимум у нас в прошедшей неделе. Что касается индикаторов, то скользящие среди на недельном графике указано боковое движение. Пара на дневном графике – боковое движение. Пара на графике H4. Скользящие среди начинают разворачиваться наверх. RSI на графике недельном и 3-й, 13-й в нейтральной зоне. На дневном графике 13-й в нейтральной зоне тройки едва-едва вошла в зону перекупленности. График H4. Оба индикатора вновь вернулись в нейтральную зону из зоны перекупленности. Что касается рекомендаций по доллару и иене. Вот этот диапазон, как вы помните, мы с вами отмечали, как диапазон для открытия сделать на покупку. Нужны ли здесь какие-то комментарии? На данный момент где-то пунктов 700 прибыли есть. В принципе, можно уже, я думаю, их и закрывать. По крайней мере, часть позиций закрывать. Ну, или как минимум поставить стопы без убыток. Потому что доллар и иена может на самом деле и выше-то сильно не пойти. Ну, максимум 110-200. Как мне кажется, это уровень для фиксации прибыли однозначный. И вот этот вообще диапазон 109-600 до 110-200, как мне кажется, неплохо подходит для открытия сделок. Теперь уже на продажу. Ну, и, друзья мои, давайте перейдем к биткоину. Биткоин, несмотря на все те наши негативные, скажем так, о нем отзывы, да, что вот все наконец-таки начал падать и, в общем-то, еще и упадет. Как раз-таки вот на этой неделе может показать некоторые признаки для восстановления. На недельном графике, обратите внимание, мы торгуемся по-прежнему на среднегодовой скользящей средней. На графике дневном это более отчетливо видно. Мы не ушли ниже вот этой вот линии тренда. И сейчас котировки торгуются вблизи среднемесячных цен. Прошу прощения, вблизи средненедельных цен. Вот на 4-х часовом таймфрейме видно как раз. Я думаю, что вот все, что ниже 7400, это, ну, вообще 7400 и все, что ниже, это неплохо подходит для открытия сделать на покупку. Вот 7100-7200 вообще, мне кажется, идеальные уровни. По крайней мере, есть потенциал такой. То есть, обратите внимание, что биткоин в последнее время начал торговаться очень с небольшой волатильностью. Затишье на биткоине, это однозначно перед бурей. То есть, буря, она будет какая? Ну, собственно, либо мы выстрелим вверх, где-то в район, ну, 8, может быть, 9 тысяч долларов за единицу. Либо будет пробой отметки вот этой вот линии тренда, да, которая сейчас у нас располагается где-то в районе 7200 долларов за одну единицу биткоина. 7100-7200, да, в зависимости от там погрешности наведения и того провайдера ликвидности, который вы смотрите, да, какие у вас графики, какие текущие цены. Ну, собственно, вот если будет пробой, рубим позиции на покупку. Если будет выстрел наверх, есть потенциал заработать. Но я думаю, что там 7200 заработать, там даже на 8 тысячах выйти, там на 9 тысячах выйти. Это просто будет прекрасный результат при текущей динамике биткоина. На данный момент по еженедельным рекомендациям это, друзья мои, все. Вот евро как раз говорил покупать и вот он дальше-то и поперт. Ну, надеюсь, что видео мы выложим достаточно быстро и у вас еще будет возможность евробакс прикупить. Собственно, ежедневные прогнозы и рекомендации есть на сайте aofx.ru. Подписывайтесь на них там, подписывайтесь на наш канал, если вы впервые видите наше видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, давайте побольше комментариев, если нечего написать, нечего спросить или как-то прокомментировать. Просто поставьте крестик, плюсик, обозначьте, что вы это видео смотрели, мне будет приятно. А тем, кто делает репосты наших видео на своих страничках в соцсетях, друзья, вам отдельное спасибо. На этом все, с вами был Глеб Задоев, всего доброго, успехов в торговле и до свидания, пока.